ношу пометь пометь дорогой а то тут много всяких шляется да да красота красотка видали какая красотка так я вижу а ты знаешь смотря когда я с тобой поеду да вот сразу видно серьезное взрослое животное но да не какой-то раздолбай малолетний раскорячился закрыл девушки выезд так естественно отчет и давай пока привезли меня на рынок на юбилейный сейчас схожу в золушку посмотрю фурнитуру ну и дойду до пуда наверное некогда особо разгуливаться дело у меня много а в аптеку мне еще надо аллопенин у меня опять кончается господи столько денег уходит на эти таблетки кошмар какой-то да и у вас наверно тоже да вот сейчас в аптеку схожу ну что прошла по рынку слюни как у собаки до земли готов к то купила качан капусты вот представляете вот жизнь разве это жизнь так зашла в золушку ну конечно ничего там нету так а чё то закрыто эти ворот а калитка то открыто купила черный фурно пины черные с колечками в общем моя дорогая александра наверно поеду завтра в севастополь может там хоть найду правда при придется много ходить много ездить но может найду вот купила 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 сейчас покажу купила вот такие капли визу митин посоветовали мне не помню девочки кто-то посоветовал спасибо большое зрение подказать подкорректировать улучшить попробую спасибо я даже не слышала про такие капли сейчас пойду в путь схожу да позвоню ребятам кому-нибудь да да домой дела делать звуки слышите не машины не заглушают ничего ну вот безобразие что вот это за отношения тут всегда так цвели вот эти розочки столько их было все вообще все засохло не знаю это наверное к магазину вот к этому относится чё то ну вообще совсем вот люди не думают об имидже города вот это вот да посмотришь по дороге где заправки так заправки розочек насажали и тут вот ну что это да правильно это же денег то не приносит это вот розы посадить денег потратить а толку то красота на кой хреном красота деньги нужны ой как хорошо в тенечке боже что мы отдыхаем тоже в тенечке лежат мороженое без сахара на стевии ура ну да хочется мороженое-то теперь буду знать что есть такое мороженое в пуде красота сейчас перекурю да позвоню толику или витя кому-нибудь да поеду домой делами заниматься там лилии цветут прям это обожаю этот дворик прям умиротворение такое ну вот сделали люди да ну и красиво и приятно тут находиться ну почему же других то местах совсем ничего не хотят делать тут вот сделали и забыли они не ухаживают особенно так он видите ты трава растет и все а все равно приятно кстати я согласна с мнением многих что вот эти однолетние цветочки все это чушь собачья нет правильно делать надо раз и навсегда это будет облагородно и красиво и деньги не надо тратить каждый год меня в этом году вообще совсем не удовлетворяют цветочки этих которых я насажала половина из них загнулись полная ерунда ну вот единственное что я купила еще такие серьги сделаю вот такие основы для кольца но меня не не сильно устраивают потому что они не плоские можно конечно попробовать но не знаю вот вот купила вот такую штучку да вот туда капают можно духи или что-то чтоб пахло хорошо давно хотела сделать вот такую украшенец не знаю попробую сделаю купила вот пины темные и вот бусы вот такие ну это я к тому мало ли мне стукнет опять перламутровые сделать они разноцветные конечно сильно но у меня там еще есть тоже разноцветные но это перламутр ну в общем и все то что мне надо тут не найти вот сижу и думаю куда ехать видите повесила новую занавеску она оказывается полная лажа она конечно застегивается но ее любым ветерком открывает слабые эти штуки магниты и нет вот тут еще магнитик ах китайцы мать вашу китайскую ну видите вон что творится а то у меня Саша порвал и она рвется и рвется дальше не знаю что делать то вырезать оттуда вот эти ну вот вот эти длинные магнитики их сюда приклеить что ли ну в общем кошмар какой то а так что она толку что висит что не висит ветер подул и все она распахивается а вот эти то были гораздо крепче магниты и вот эти видите у них тут сейчас посмотрю может как то не знаю надо подумать ну и чего и все равно они распахиваются при ветре вот видите я приклеила длинненькие вот эти от той шторы оторвала они распахиваются потом правда соединяются но я вам хочу сказать у меня уже полный дом мух налетел зато руки видите какие все поприклеивалось еле пообдирала так и купила вот две штучки было вот таких вот коннекторов такие как состаренное золото пущу куда-нибудь на сережки такие штучки с листиками можно было конечно сделать и колье но их только две штуки вот ну а из старой этой занавески нашли еще мешочков вот надо поискать в интернете может быть с этими магнитиками можно что-то придумать я их пока обрежу и сложу в коробочку я же ничего не выбрасываю разобрала я думала они там запаяны и заваренные они просто вот так вот кусочек магнитика лежит и вот эти вот штучки вставляются и ну и ткань посередке вот так вот и все зажать посильнее не все значит можно их куда-то еще пристроить вот сижу собираю ожерелья из жемчуга как вы думаете для кого не в жизни догадаетесь для макарика вы представляете это сейчас у них у молодежи самое крутое у мальчишек вот не зря в этом году жемчуг это просто тренд даже у мужиков но надо же что хочется мальчику надо сделать ну что уже вечер надо уже идти поливать а я все сижу тут ковыряюсь господи как пролетает день мои дорогие ну это просто ну я ну ничего не успеваю я ведь не сижу просто так сложа руки ты все равно ничего не успеваю ладно пойду поливать все хотят пить нюшкина зацвела маленькими беленькими такими цветочками что то мне кажется у меня скоро накроется насос в скважине потому что он раньше вот так не работал какими то раньше просто текла вода и текла а сейчас вот видите то тише то сильнее очень мне это дело не нравится опять непривиденные расходы вот еще надо найти кто это сделает купить поменять видите он прям как и вот эти вот цветут господи что там такое все траву косит вот смотрите сколько новых листочков молоденьких зелененьких вот тут вот тоже это очень долго поливается вот так шир шир лавандочка видите цветет тоже зацвела он тоже смотрите сколько листьев новых уже и вырос он и прям много листьев молодых вот эти буйным цветом цветут и дурман вон там вон зизипус уже ягодки какие а гранатик все да вон последние цветочки чуть-чуть осталось ну зато уже гранаты вон они висят маленькие хорошенькие не могу одной рукой одно и одно делаешь другое другое и эти вон уже сколько тоже выросли прям растут все одно растение погибло главное сказали что его нельзя заливать я его так поливала прям понемногу не знаю а он взял и все подсолнух то вымахал то какой высоченный господи его даже не видно что ведь он такой шоколадный какой-то такой дурила здоровый как забор розочки свеженькие но не видно не не передает но не такой у них цвет вот вот такой у них почти цвет это не совсем такой на самом деле они такие прям какой-то цвет красивый а посмотрите инжир ты уже какой вырос опять много стволов здоровый это все заложено чтобы не росло ну пусть некрасиво но на самом деле хоть меньше этой травы всякой лезет потом перегниет на следующий год станет вот насажает на самом деле столько время у меня отнимает это поливание вот в таком темпе то ужас я бы могла бы чего-нибудь путное сделать за это время тут стоишь да конечно бы сделать сразу ну такой полив чтобы включила само все поливалось но у нас здесь все за все зацементировано и что-то не стали ничего делать а теперь вот ходи с этим шлангом это еще кости шланги купил хорошие которые не закручиваются не сминаются надо за огурцами лезть дождусь сейчас будут как кабачки вот смотрите вот это мой рост а вон огурцы вон где они уже там на акацию полезли слушайте это я и со стул не достану надо лестницу тащить господи тут вон еще один появился и тут вон появились еще три сорвала до четвертого не дотянулась что-то прям спина болит вот в одном положении постоял и спина болит так ладно пошла на закат успела так не нравится вот это мне большой экран цвет как-то не такой а этот тоже не так передает солнце-то ярче в несколько раз чем на экране ну что делать что есть ну что зайки мои во-первых спасибо вам огромное что смотрите комментарии пишите спасибо мои дорогие я так вон бросаю все дела и иду снимать думаю ждут же девочки правда конечно сейчас так однообразненько все ну ладно я постараюсь чего-нибудь снять вам по новее вы подождите сейчас числа 25 августа приедут у меня такой колхоз о будет весело то о будет гомону детского крику будет здорово марина будет ругаться на сережку сережка на маринку ну они у них они так живут у них такая большая итальянская семья ну я их прям жду жалко конечно Саша с Дани не приехали этим летом ну что делать то завели себе кучу животных на машине ехать далеко тяжело лететь с этим зверьем еще веселей поэтому вот так вот ладно бог даст я приеду в Питер их отпущу куда-нибудь может сюда в Крым вместо меня так что вот такие вот дела ну ладно ничего не успеваю сейчас пойду делать хочу доделать сегодня кое чего вот а так прям чтобы а у меня вообще как то получается я то умудряюсь за день 4 видео снять смонтировать ну для Яндекс Дзена для Ютуба а то прям еле еле одно видео то еле еле никак ну оно и не бывает наверное так это же сколько ж надо энергии чтобы вот столько делать вот сейчас пойду мусор вынесу надо еще вот сюда землицы подсыпать ну так что еще пока не до отдыха вот давайте мои золотые держитесь там старайтесь не болеть берегите себя ну и снимайте видео мне присылайте а то вот у меня сейчас только от Иринки вот есть видео одно а я жду я ведь жду включаю ватсап а там ничего ну так вот мне пишут понятно голосовые присылают а видео нет ну что же вы меня не подводите ой как хорошо вечером прям вот жара уже все надоедает вот была бы такая погода а день жарко а на другой день раз дождик прошел хоть не поливать время вот это не тратить да и лучше растениям то дождик то лучше чем такой полив ну так не получается хотя и так дожди то было конечно в этом году чего бог гневить и так лило-лило ладно лапушки мои давайте а то я сейчас опять уйду в сторону ля-ля-ля давайте мои хорошие лапушки хорошего вам вечера и спокойной ночи всем и пусть ну пусть не может так быть чтоб ничего не болело но пусть хоть поменьше и нового ничего не болит ладно давайте лапуськи мои до завтра пока пока я вас целую обнимаю не болейте